Приветствую всех на своем канале истории тетушки Анилак, а на дзене просто Галина Павлова. Сегодня я снова в ресторане Маринада, гостинице Репинская. Здесь состоится демонтаж предыдущей выставки, которая называется просто волшебство, и монтаж новой. На выставку я приехала со своей подругой художницей Витой Богачевой. Здесь ее картина Чебурашка обрела новых хозяев. Сейчас бегло покажу картины с предыдущей выставки, так как ее будут демонтировать. Некоторые картины, совпадающие по тематике, останутся и на следующую выставку. Вы можете увидеть, что представлены картины и профессиональных художников, и любителей. Отличаются они и по изобразительным средствам. Масло, акварель, пастель, акрил. Это замечательно, что у всех художников есть возможность продемонстрировать результаты своего творчества. Выставка в Репинской – это выставка продажа. Здесь можно приобрести понравившуюся картину. Диапазон цен разный, но в основном очень доступный и приемлемый. Кстати, в отзывах о ресторане Маринада всегда положительно отзываются об этих выставках. Многие картины уезжают отсюда в новые дома. Картины, которые вы видите в этом ролике, можно приобрести и после выставки. Я в описании оставлю ссылку на группу «Новые передвижники ВКонтакте». Пишите администратору и договаривайтесь. В Санкт-Петербурге возможна доставка картин до метро. В другие города по почте за счет покупателя. Мне понравились небольшие акварельные изображения игрушек зайчика и мишки, промелькнувшие недавно на экране. Самые большие мои симпатии на этой выставке – триптих Светланы Юрченковой по мотивам «Алисы в стране чудес». Эти картины придадут индивидуальность и сказочность любой детской комнате. Также могли бы использоваться в детских учреждениях, игровых комнатах, детских поликлиниках. Со многими художниками, представленными на выставке, я уже знакома лично. Со многими знакомила вас. С некоторыми познакомилась в этот раз, но вам их не представила. Напишите, интересно бы вам было увидеть автора понравившейся работы. Еще обращаю ваше внимание на картину в конце этого сюжета. Она мне тоже очень понравилась. Она похожа на чеканку и она очень интерьерная. Правда, ее уже забронировали. Представляете, за отзыв об этой выставке можно было бы выиграть игристая. И чего это я раньше не приехала? Каждую неделю разыгрывалась. Надо было написать отзыв, разместить в ВК и так далее. Я же об этом знала, но забыла. Надо было приехать раньше. А вот картинку, которая за окном, я вам показывала уже в летнем, весеннем варианте, а сейчас зимний. Я не была здесь только осенью. Но я думаю, еще побываю не последний раз. А следующая выставка называется «Про эту любовь» и включает в себя сюжеты про любовь во всех проявлениях. Любовь к животным, природе, цветам, материнскую любовь, любовь мужчины и женщины. А мне очень приятно, что на афише разместили фото картины ожидания моей подруги Виты. Напоминаю, что выставка пройдет с 3 февраля по 2 марта в ресторане «Маринада» гостиницы «Репинская». Сейчас вы видите организационные моменты, когда меняются картины. Наблюдая за этим процессом, хочу отметить, какую приятную группу художников собрала вокруг себя Светлана, куратор выставки. Очень доброжелательные, отзывчивые, поддерживают и искренне радуются успехам друг друга. И я с удовольствием принимаю во всем этом участие. На каждую картину крепится этикетка с названием картины, указывается ее размер, чем она написана и, конечно, фамилия автора. В этом моменте хочу отметить, что у Светланы художественное образование, и мне очень нравится, как она компонует группы картин и размещает их в пространстве. Пока с картин новой выставки, хочу начать с картины «Ожидание» Виты Богачевой. Интересное сочетание. Набережная в Питере, рыжий котик и весенняя мимоза. Наверное, он в ожидании кошечки. Уже и цветочки приготовил. Постепенно оформление выставки приобретает законченный вид, и я продолжаю вас с нею знакомить. Я вам говорила, что диапазон цен разный. На этой стене представлены самые дорогие картины. Наверху букет Галины Гребенниковой стоимостью 70 тысяч, а натюрморт Юлии Исуповой стоит 50 тысяч. Для меня это пока новые имена, и познакомиться с этими художницами не получилось, так как на открытии их не было. А вот с автором следующих трех картин я познакомилась. Это Тамара Злыдникова. Нижняя картина называется «Зритель». Философский сюжет, который заставляет задуматься. Еще одна картина Юлии Исуповой. Тоже очень подходит для оформления интерьеров. На этой стене представлены две картины под названием «Танго». И говорят о страстной любви. Автора я, к сожалению, не помню и не зафиксировала. На этой стене все работы под стеклом. Скорее всего, это акварели или картины, написанные пастелью. Осликов Ларисы Соколовой вы могли видеть и на прошлой выставке. Мое внимание здесь привлекла картина «Осенний взгляд». Если я правильно запомнила название – Аллой Семиной. А вот и картины, описывающие материнскую любовь. Любовь детей к животным. Но, к сожалению, здесь я тоже не зафиксировала автора. На этой стене представлены две картины Аллой Семиной, написанные акрилом. Такую краску любят использовать художники на Западе. Эта картина называется «Оттепель». Пока я монтировала видео, узнала, что картина Ларисы Соколовой с изображением Невского проспекта нашла свой новый дом. И я за нее очень рада. Мне понравилась вторая картина Аллы Соколовой в зимнем парке. Я влюбилась в нее еще по фото в интернете. Она настолько нежная, легкая, воздушная, романтическая, что после просмотра остается легкий флер свежего зимнего дыхания, спокойствия и умиротворения. Мне кажется, она украсит любое пространство и в доме, и в офисе. А вот эта картина очень названа и интересна. Знаете, как она названа? Трикотаж. Можно прочитать, как три кота. Черный, рыжий и такой седенький. Елена Смирнова. Задумка очень интересная, котики приятные. Смотрите, другая конфигурация этих же котиков. Интересные такие, слушайте. Как живые. И у каждого свое выражение лица. Мордочки. А здесь пафосные розы. Автор нижнего букета – любовь Лилиенталь. С нею и ее картинами вы уже могли познакомиться в моих роликах. Еще раз хочу напомнить, что все эти картины продаются. В феврале будет праздник День влюбленных. Он у нас, конечно, многими не признан. Но все равно многие дарят в этот день подарки своим половинкам. Впереди 23 февраля, 8 марта. Я считаю, букет на картине гораздо более ценен и оставляет долгую память о событии, чем дорогущий, зачастую не очень свежий букет настоящих цветов, который быстро окажется в мусорном ведре. Игоря Степанова вы уже могли видеть в моем ролике. Его картина «Любимая закуска» хорошо бы смотрелась в баре банка или украсила бы кому-нибудь кухню. А вот эту лошадиную нежность можно приобрести или подарить любителям этих грациозных животных. Посмотрите, какие нежные букеты тюльпанов Виты Богачевой. Они так и просятся в подарок любимым женщинам. Если у вас получится найти к 8 марта живые тюльпаны такого же цвета, это будет замечательный подарок. Стоимость небольшой картины 3000, а картина побольше стоит 6500. Вполне доступный подарок. И еще одна работа Виты Богачевой. Букет полевых цветов. Очень нежный и симпатичный. Натюрморты также могут украсить ваш дом, придать ему индивидуальности. Эта выставка оформлена. И я прощаюсь со Светланой Шульской, с группой художников «Новые передвижники» и с вами. До новых впечатлений! «Новые передвижники» и субтитры создавал DimaTorzok «Новые передвижники» и субтитры создавал DimaTorzok